Еще одна ошибка Николая Субтитры сделал DimaTorzok Положение Томми Хаса об игре Довиденко впереди у сетки Видите, атака с выходом к сетке завершилась выигрышем очка А у Николаевича очень здорово подготовил этот выход 30-15 40-15 Гейм выигрывает Хас без особых проблем Хас выигрывает первый день в первой партии Выходит вперед Итак, смена сторон Теперь о Довиденко и о том, как Николай играл этот турнир Но вы слышали уже от Хаса и от Стача Что ни одного сета не проиграл Николай Левин в первом круге 6-4, 6-0, 6-1 Кифер 6-2, 6-2, 6-2 Альмагра 7-5, 6-0, 7-5 И Ли 6-1, 6-3, 6-4 Вы знаете, из всех участников одной четвертой финала Только лишь Довиденко и Родик не проиграли пока ни одной партии Удачно Удачно пока что действует Хас 0-15 По 15 Второй очко всего лишь выигрывает в этой встрече Николай Двойная 15-30 Нервничает Первая двойная за матч 15-30 По 30-30 По 30-30 Вторая подача Сорвал удар Еще брейк-поинт А вот и Ник Балетьери на ваших экранах Внизу команда Томми Хаса Тренер его Томас Хакштетт И по-моему это капитан команды Кубка Дэвиса Томми Хаса Томми Хаса Смотрите, удачно, как играет Хас. Начало встречи. Справился Николай с этой подачей неожиданно. Видите, вторым мячом подал к боковой коридорной линии Томми Хас. А Николай все-таки зацепил концом ракеты. И второй удар, стремящийся произвести на вылет Томми Хас, ошибся. 0.15. Вторая подача. Здорово. Здорово. Смотрите, размотал, как Хас и Довиденко. И если в начале вот этого игрового эпизода еще пытался быстро ответить на быстрые удары Довиденко-Хас, то в конце розыгрыша этого очка уже просто оборонялся, пытаясь резанными мячами помедленнее посылать мяч, чтобы успеть занять выгодную позицию на площадке. 0.30. 0.30. 15.30. 0.35. 0.35. 0.35. По тридцати. Ковриный попал первым ничем. Это так здорово. Прямо в линию хавкорта. А скорость подачи была не очень высока. Мелькнули две единички на световом табло, которое определяет, по-моему, скорость подачи. И еще одна хорошая подача. Вы видите, Николаю удалось принять подачу Хаса. Ошибка немецкого теннисиста и первый брейк-поинт у Давиденко. Ровно отыгрывает брейк-поинт Хас. Ошибается на приеме подачи Николай. Первый эйс. Первая подача на вылет в этом матче. Больше на подачу Хас. Здорово. Отыгрывает брейк-поинт Николай Ровн. Ровно. Блестящий. Еще один брейк-поинт. Николай Давиденко является теннисистом, одним из самых быстрых в мире. То есть мяч от него летит быстрее всех. Об этом говорили все. И президент Федерации тенниса России Шамиль Энверович Торпищев много раз. Но и по этой причине, когда рассматривался вариант, что будет дальше, как по сетке пойдут россияне, он говорил о том, что, конечно, очень тяжело будет Давиденко против Блейка, потому что Блейк тоже очень быстро от себя играет. И вот Томми Хас считался неплохим вариантом. Ну, посмотрим. Брейк-поинт у Николая меньше на подачи Хаса. Да, делает обратный брейк. Выигрывает гейм на подаче Томми Хаса и Николая Давиденко. И счет становится 1-2. 0-15. Пока что держит темп Хаса. И смотрите, мы видим, что Николай не всегда выходит победителем вот в этой дуэли, обмене ударами справа-направа. 0-30. Очень тяжелый турнир для Томми Хаса. Мы уже говорили, два последних матча, пяти сетов, вот эта колоссальная нагрузка. До этого два матча по четыре сета. Ну, Хас очень здоровый, физически крепкий парень. Ну, посмотрим. Матч Тока начался, все еще впереди. Ошибся. Здорово пытался играть. С первого квадрата с Бэхенда обратный кросс приема на вылет. Повезло Николаю. Рядом с боковой линией в коридоре опустился мяч. Отыгрывает 1 очко Давиденко. 15-30. Здорово. То, о чем говорил в своем интервью Стачу Хас. Слева он играет, конечно, получше. И, как Стач сказал, что у него один из лучших в мире ударов слева. Двойной брейкпоинт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отыгрывает один брейкпоинт Николай. Тридцать-сорок. Опять нам показывают группу поддержки Томми Хасса. Но не показывают команду Николая. Брат Эдуарда с супругой. Молодец. Коля отыграл второй брейкпоинт ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Подача на вылет Николая. Первый эйс Довиденко. И на его подаче больший счет становится. Было 15-40. АПЛОДИСМЕНТЫ Ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Здорово удалась атака Томми Хасу. И опять повисает гейм на подаче Николая. Подача на вылет. Николай выиграл один турнир, пятый в этом году. И был в шести полуфиналах. А нет, он пробивается в шестой полуфинал. А был в пяти полуфиналах в этом году. По тридцати. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 40-30. Николай был в полуфиналах в Дохе, Роттердаме, в зале и Цинцинаде. А два других были на земле. Это в Риме и на Ролангарусе. АПЛОДИСМЕНТЫ Выиграл гейм. Вообще, когда тридцатисты тяжело начинают матч, впрочем, так же, как и турнир. Когда тяжело начинают турниры, то потом, как бы, набирая обороты... 0-30. 30-0. Вторая ошибка подряд у Николая. Набирая обороты, втягиваются в соревновательный процесс. Здесь же у Николая четыре встречи подряд и... Извините, три встречи подряд и ни одного сета. Четыре встречи и ни одной партии не проиграл Николай Довиденко. Это, в общем, конечно, с одной стороны, очень здорово, потому что сэкономлено много физических сил и нервной энергии. С другой стороны, вот то, о чем я говорил, вхождение в игровой процесс и в борьбу. А борьбы, как таковой, не выиграв ни одного с этого Николая, соперники ему вот такой вот жесткой... Не показали. 30-15. Блестяще. Попытался, попытался сейчас Томми Хас перехитрить Довиденко и со второй подачи пробежать к сетке, но был наказан за такое. Неуважительное отношение к партнеру. По 30. 40-30. Не сумел. Хотел неожиданно в ответ на мощную атаку Хаса сыграть справа по прямой. Сорвался мяч с ракеты. Ровно. Вот начал ошибаться Хас. И для того, чтобы играть в таком темпе, в каком предлагает ему действовать Николай Довиденко, нужно быть потрясающе внимательным при выполнении каждого удара. Чуть-чуть пропадает концентрация и сразу же появляется ошибка. Еще одна ошибка. Еще один брейкпоинт. Меньше брейкпоинт у Довиденко, меньше на подаче Томми Хаса. Меньше брейка. Меньше брейкпоинт. Меньше� 수도是什麼? Ситуация-то была не настолько сложна Чтобы допустил Николай ошибку Да и самое главное, что и действовал-то не очень рискованно Витя посмотрел мяч И тут же идет в атаку Хас Выигрывает очко И выходит вперед Гейнбол больше Досадно Очень досадно, что не использовал брейк-поинт Поля Стык... 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 Меняет ритм Хас и удается Давиденко все-таки ударом слева налево переиграть в этом игровом эпизоде соперника. Смотрите, как здорово играет Коса, причем уже против хода, потому что Хас, предполагая, что Давиденко в конечном итоге все-таки переведет слева по прямой, ошибся в своем предположении и позволил Николаю сравнять счет. Не попадает первым мячом Хас. Еще один шанс появляется у Николая выиграть гейм на подаче Хаса. Еще один брейк-поинт. Второй брейк-поинт в этом гейме у Давиденко. АПЛОДИСМЕНТЫ Ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо подается первой попытки Хас. Длинно очень. Длинно и попадая в боковую коридорную линию, не справляется с подачей соперника Николай. Ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ Блестяще. Фантастически принимает подачу Хаса. Тот даже не ожидал, что может достать этот мяч, выполняя прием Николая. Он сыграл так активно, что Хас просто встал, приближаясь к сетке. Еще один брейк-поинт. Третий в этом гейме. АПЛОДИСМЕНТЫ Красиво. Здорово играли оба. И Николай очень здорово выполнил обводящий удар слева, косой, короткий. Ну а свечу повыше, видимо, надо было бросать. Даже, может быть, и не столько повыше, сколько поближе к боковой коридорной линии. По прямой. Тогда, может быть, был бы более удачный момент для завершения гейма в свою пользу. Ровно отыгрывает третий брейк-поинт Хас. АПЛОДИСМЕНТЫ Четвертый раз меньше у Хаса. Опять побежал к сетке с подачи и вновь оказался готовым к подобным действиям соперника Николая Давиденко. Смотрите, какой обводящий удар с приема подачи удался в очередной раз Коли. Меньше. АПЛОДИСМЕНТЫ Косами сетки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Третий матч с участием россиян проводится сегодня на арене Артура Эша. Две наши теннисистки. Сначала Чеквитадзе обыграла Пир 6-4, 6-1. Затем Кузнецова с таким же счетом, но в обратной последовательности победила Савой. И две наши девочки будут встречаться между собой, выясняя отношения и пробиваясь в финал. Так что в финале одна россиянка будет уже точно. Николай Давиденко подает 4-3, 15-0. Первая подача. 30-0. Ожидал сейчас продолжение подобное Томми Хасс. Быстро очень добежал до правого угла. Позволил меня через коридор по линии, но Николай ждал этого ответа. Сумел бы сыграть слеты качественно или нет, другое дело, но был готов. 40-0. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё один гейм. Первый гейм, когда под ноль свою подачу выиграл Николай. Выиграл Давиденко и повёл 5-3. Подача Томми Хасс. АПЛОДИСМЕНТЫ 0-15. ГОЛОДИСМЕНТЫ 10-10. ГОЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Два очка отделяет Николай Давиденко от завершения первой партии в свою пользу. Но подача Хассе может ведь и несколько кейсов сделать. Тройной сутбол. Самый невыразительный гейм пока что проводит Томми Хасс в этой партии на своей подаче. Несмотря на то, что он проиграл два гейма на своей подаче, но все-таки там была борьба. А здесь как-то очень много ошибок. Линия отыгрывает один сутбол Томми Хасс. Еще два в запасе у Николая Давиденко. Пятнадцать-сорок. Тридцать-сорок. Красивая атака. Быстрая, мощная. Третий сутбол. Ну вот, неудачный смеш. Четыре гейма подряд выиграл россиянин. И так первый гейм второго сета Николай подает. Пятнадцать-ноль. Я посмотрел сейчас таблицу результатов этих соревнований. Выступление Николая Давиденко. Ни одного тайбрейка не было даже. Я уже говорил о том, что ни одной партии не проиграл Николай. Даже больше пяти геймов в сете он никому не отдавал. Ну вот, еще один выход к сетке Давиденко. Еще одно выигранное очко. Тридцать-ноль. Подача на вылет. Хас не уверен. И что? Просит показать видеоповтор. Пол мяча на линии. Очередная подача на вылет Николая Давиденко. 40-0. Судья попался на пути мяча. Не успел овернуться. И еще один эйс. Вторым мячом подряд. Попал. По-моему, попал сейчас Хас в площадку. Доставая этот укороченный. Значит, так все быстро было, что я не успел уследить. Да, попал в площадку. Тридцать-ноль. Третий эйс у Томи Хаса. 40-0. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А в таком матче после пяти выигранных геймов, какой-то такой небольшой спад. Обязательно должен наступить. Тем более, что очень уж острым была борьба в начале сета. Гейм выигрывает Хас под ноль. 7-5, 6-0, 7-5. И Ли, победивший Мюррея в четырех партиях. Здорово, молодец. Знаете, как аккуратно и четко выполняет удар над головой. 6-1, 6-3, 6-4. 8 геймов за три сета проиграл всего. Потрясающий результат. 15-0. Линия 30-0. Чувствуешь. 40-0. Под ноль выигрывает свою подачу Довиденко. 2-1. И Эйсом начинает четвертым этот гейм. 15-0. Блестяще. Блестяще. Смотрите, два раза косо справа направо. Причем последний удар, вот этот. Смотрите. Он проводил, когда открыта была прямая. Он мог играть и справа по линии. Но уж больно здорово у него получается этот параллельный сетки удар. Косой короткий кросс. По 15-0. По 15-0. Вторая подача. Двойная. Первая двойная ошибка у Томи Хаса за матч. 15-30. Чуть-чуть не попал. Рядом с боковой линией. В коридоре мяч опустился. На вылет простреливал. Хас даже, по-моему, и попытки не сделал. Для того, чтобы побежать за этим мячом. Ну, и не потому, что он был уверен, что ошибается Довиденко. Просто это безнадежно было делать. По 30-ти. Не повезло Николаю немножко. А так был двойной брейк-поинт. И все-таки брейк-поинт состоялся. Очередной выход к сетке Довиденко закончился выигранным очком. И на подачу Томи Хаса 30-40. Вторая падает. Ошибка Хаса. Брейк делает Довиденко. Выигрывает гейм на подаче немецкого теннисиста. И счет становится 3-1. Пошел в атаку Хас. С приемом подачи побежал к сетке. Очень быстро сыграл. И очень удачно сыграл с лета. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ноль пятнадцать. В роль догоняющего оказывается россиянин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Интервью Томи Хаса, который мы с вами видели, который брал у него наш коллега Стач, было до встречи Хаса с Блейком. Поэтому состояние физическое, а также и моральное этого теннисиста после еще одного пятисетного матча, который он провел против Блейка, когда у американца был матч-бол. Ну, то, что приподнятое, так как одержана важная победа, безусловно, но провести два таких пятисетовых матча с перерывом в один день, это, конечно, и восстановиться полностью, чтобы играть потом против Довиденко, который до этого не проиграл ни одной партии, видите, оказывается не такое простое дело. 40-15 на подачу Николая. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Угадал Угадал Хас Смотрите, держал сейчас диагональ И несмотря на очень прилично выполненный А, нет, все-таки через середину играл Довиденко Чуть-чуть бы косее, было бы сложнее Хасу тянуться вперед И поднимая мяч снизу вверх, играть с лета А так все-таки все четко сделал Хас отыграл одно очко, 40-30 на подаче Довиденко Еще одно очко отыгрывает Хас, ровно Смотрите, держал сейчас Срывает удар Хас Еще один геймбол у Довиденко Вновь на подаче российского теннисиста больше Косание сетки было Первой подачи Очередная ошибка Хаса Еще один гейм выигрывает Николай Довиденко 15-0 Просит показать повтор Хас Немецкий теннисист считает, что мяч был в ауте Да В коридоре мяч опустился, значит 30-0 30-15 Который раз уже пытается бежать к сетке с подачи Томми Хас И по-моему ни разу Попытка подобная не увенчалась успехом Каждый раз он вот нарывался на такой прием подачи И сейчас тоже Николай Ах не успевает КОНЕЦ Гейм выигрывает А, нет Да, гейм Конечно, гейм выигрывает Хас 4-2 Довиденко впереди И подача Николая Ну вот тот самый момент, о котором я говорил Что Николаю Нужно держать свою подачу Для того, чтобы довести партию До победы КОНЕЦ Делает попытку сбить темп Томми Хас Несколько резных ударов слева Потому что захлебывается от темпа Предложенного Довиденко Хас Вот видели, ошибка его Вот в этом предыдущем розыгрыше очка Последовала потому, что он был медленнее, чем Довиденко И не успевал отвечать на быстрой атаке россиянина 15-0 По 15 И в том квадрате Во втором квадрате мяч опустился Неожиданное решение Хаса Причем укороченный с обратным вращением Видите, мяч остался на месте Красиво хотел сыграть Николай, но тяжело было Отсюда сыграть косо вдоль сетки Да так, чтобы еще Хас не достал 15-30 Ну что ж, появляется возможность у Хаса, если он выиграет это очко Или одно из двух следующих Заработать брейкпоинт Удается 15-40 Двойной брейкпоинт Двойной брейкпоинт у Томми Хаса Шанс появляется у немецкого теннисиста Зацепить гейм на подачу россиянина Сделать обратный брейк И до минимума сократить отставание в счете Подача на вылет Седьмая по счету Отыгран брейкпоинт Еще один у Хаса 30-40 Смотрите, как он Раздосадован тем, что удалась подача Николаю Вторая подача Вторая подача Ошибается Довиденко. Делает брейк Хас. 0.15 Вот сейчас, по-моему, чуть-чуть помедленнее заиграл Николай. Я не знаю, специально это или же для того, чтобы выиграть первое очко в этом гейме, заставить нервничать Хас. Видите, он действительно нервничает. Вот проиграв это очко, послав мяч в аут, он так махнул с отчаянием рукой, что понятно, что не должен был этого допускать. Теннисист из Германии. Эйс попадает на вылет. Пятый эйс по 15. Пятнадцать тридцать. Очередной потрясающий прием подачи и обводящий удар. И вновь в роль догоняющего оказывается Хас. Восьмое очко за счет активных действий при выполнении удара слева зарабатывает Николай. У Хаса всего одно очко было выиграно в подобной ситуации. Восьмое очко. Восьмое очко. Попал. Попал. Идет и смотрит след от падения мяча Николай. Ожидал. Да, конечно, линия. И смотрите, с боковым вращением, вот обводящий по линии, удается Томи Хасу. И он сравнивает счет по тридцати. Сорок тридцать. Да, наверное, должен был выигрывать это очко, когда пятнадцать тридцать было на подаче Хаса. И когда атаковал Давиденко с выходом вперед, может быть, играть был чуть-чуть поострее. Или же просто под бэкинг. Да и укорачивать мог. Ну, что сейчас говорить, когда уже все это давно позади. И геймбол у Хаса. Сорок тридцать. Здорово. Неудачно. Неудачно играл сейчас с лета Хас. Был момент, когда он мог выиграть не сейчас, а вот смотрите, а это свеча уже будет. Да, свеча против хода. Это фантастически красивый удар. Ровно. Просит показать повтор Николай. По-моему, Карлос Бернардес даже повтор не дает. Продолжение следует. Здорово. Брейкпоинт. Сейчас закончится гейм. Я вам объясню вот эту перепалку Хаса с Карлосом Бернардесом. Здесь Хас был неправ. Хас требовал видеоповтора, а Бернардес сказал, что это не будет его, потому что он видел, что мяч не попал. Имеет право судья не дать повтор, если он убежден в том, что требующий повтор и теннисист неправ. Брейкпоинт. Вторая подача. Коротка свеча. Не удалась свеча Довиденко. Неплохо задумал Николай. Видите, делает движение вперед по направлению к сетке Хас. И свеча противоходом была бы, конечно, идеальным решением этого вопроса. И в этот момент брошено. Но отыгрывает брейкпоинт Хас ровно. И в этот момент брейкпоинт Хас. Ох, как здорово! Наконец-то удается Томми Хасу вот этот удар в падении, в броске. Единственный вариант был попытаться выиграть очко. И Хас его использовал. И использовал удачно. Кеймбол. Больше. 14 из 24 очков выиграл Хас. 24 раза выходил к сетке. 14 раз выигрывал мяч. Вторая подача. Больше. Ошибается Хас. Ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ Больше! Спасибо! Был шанс. Был шанс у Хаса. Причем удар, который он исполняет очень часто здорово. Слева по прямой. И мяч-то летел не быстро. Так что удобно было обводить появившегося у сетки Давиденко Хасу. Но дрогнул рука ровно. Больше! Очередной есть. Шестой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ровно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С трибун несется. Давай, Николай. Слышно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Показывает Эдуарда Довиденко, брата Николая, он же тренер его, супруга Эдуарда, жена Николая. Вот это группа поддержки Николая Довиденко первый раз нам показывает, если блестящий в очередной раз обводит Николай Довиденко. Это Хаса с паузой, дав возможность занять определенную позицию Томми Хасу. Вот смотрите, повтор этого эпизода. Косой, короткий, фантастически удачно исполненный слева, вводящий удар Довиденко и еще один брейкпоинт у него. Меньше на подаче Хаса. Срывает удар Томми Хас. 0.15. Вообще, этот год для Томми Хаса очень удачный. Он выиграл Мэнфис. Был в двух полуфиналах в Дубае и на Австралии Open. И четвертьфиналах Хьюстон, Белларей Бич, Индиан Уэллс и Вашингтон. По пятнадцати. Но эти результаты позволили Хасу занять десятую строчку в рейтинге, что тоже является для него очень хорошим показателем. Ну а сейчас вы видите, какой бескомпромиссный теннис показывают оба. Обмен ударами изо всей силы с задней линии подскочившему мячу. И Хас, пытающийся как-то разнообразить свою игру, попытался сделать укороченный. Ну и мяч остался у него наполовину. По пятнадцати. Тридцать-пятнадцать. Идет, смотрит цвет. Просит показать повтор. Да, просит показать повтор. Линия была. Касание линии. Тридцать-пятнадцать. Тридцать-пятнадцать. Угадал. Угадал Хас. Еще не выполнил свечу Николай, а Хас стал отходить назад. Вот смотрите, сейчас играет с полулета. И пошел назад. Ну и свеча была коротка. По тридцати. Тридцати. Хорошая подача. Не справляется с ней Кас как следует, давая возможность следующим ударом выиграть очко Довиденко. Сорок-тридцать. Сэдбол. Первый сэдбол во второй партии у Николая. Блестящий прием. Блестящий прием подачи Хаса. Угадал. Угадал Хас. Уж сейчас будет повторять подачу через середину во второй квадрат Николай. И смотрите, какой быстрый ответ застал врасплох россиянина. Ровно. Отыграл сэдбол. Первый сэдбол отыграл Хас. Второй сэдбол. Опять на подачу Николая Довиденко больше. Опять на подачу Николая Довиденко. Выиграл очко, гейм и второй сет Николая Довиденко с таким же счетом, как и первый фенесист из Германии. В очередной раз очень удачно останавливает выбегающего к сетке Хаса Довиденко. Ноль пятнадцать. Ноль пятнадцать. По пятнадцати. Коротковато принял подачу Николай. Трех матчей, которые проводили между собой Довиденко и Хас. В двух первых, в 2005 и 2006 году на Ролангарусе Юсопен выигрывал россиянин. Причем первый раз три сета понадобилось. Довиденко. В прошлом году, вы слышали, говорил об этом и Хас. Пять партий. Шесть четыре в пятой партии. Три сеты подряд. Шесть три, шесть четыре, шесть четыре. Уступая 0-2 по партиям выиграл Николай. А в прошлом году... В прошлом году семь пять в решающей партии выиграл Томми Хас. Уступая 1-2 по партиям. Шесть один, семь пять. Четвертую и пятую партию. Сорок тридцать. Подача Хас. Гейм выигрывает. 15-0. Гейм. Ох, как здорово играл. Смотрите, Хас смещался, правый угол. Николай играл в противоположную сторону, чуть повыше и на вылет выигрывал Бачко. Не повезло немножко. По 15. 30-15. Мы уже говорили сегодня, что очень тяжелые два матча провел Томми Хас. Две последние встречи выиграны были немецким теннисистом в пяти партиях. Причем последний матч против Блейка с матчбола выиграл Томми Хас. Блейка с матчбола выиграл Томми Хас против Себастьяна Грожана. Так что очень тяжело после таких двух поединков играть еще один не менее тяжелый матч. Тем более, когда, видите, Хас уже как минимум пять сетов будет играть. Если он даже выиграет два следующих, две следующих партии, то опять решающая пятая партия может определить победителя. А Довиденко не проиграл ни одного сета здесь. И дело даже, может быть, не столько в физических возможностях теннисиста из Германии. Они велики, он на самом деле физически очень крепкий парень. Но концентрации внимания может хватить для того, чтобы играть на сто процентов эту встречу в конце ее, если придется ему это делать. Ну а пока что очередной эйс. Восьмой за матч Томми Хаса. 15-0 на его подаче. По пятнадцати. Недоволен. Недоволен. Конечно, ошибка, которой могло бы не быть. Но опять-таки, почему она произошла? Потому что Довиденко играет очень мощно, очень быстро. И для того, чтобы ему соответствовать, нужно быть все время на пределе. Внимание, должно быть стопроцентно. Вот опять, смотрите, как здорово Николай обводит. 15-30. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По 30. И получился прием подачи, хотя готов был отбить подачу Хаса Николай, пытался это сделать, послать мяч как можно длиннее, поближе к задней линии, и небольшой аут позволил Хасу сравнять счет. По-моему, был мяч. Да, но球 хорошо, он связан с собой, и球 хорошо. Если вы хотите обучить, то мы можем обучить. Но он связан с собой. И вот опять ситуация, когда Николай просит показать повтор, а Карлос Бернардес не дает ему это сделать, потому что он видел, что мяч был правильный. 40-30. 9-й есть, 2-й в этом гейме. Гейм выигрывает Хас. Теперь несколько слов вот об этой системе истребиный глаз, видеоповтора. И то, что происходило дважды здесь, в этом матче, когда судья принимал решение не давать повтор. Давиденко сейчас будет подавать. Он имеет право это делать, и здесь Хас был неправ, а Николай не посмел спорить с Карлосом Бернардесом, потому что если судья на вышке видит точно, то его решение последнее. 15-0 на подаче Давиденко. Продолжение следует... Еще одна ошибка Хаса. 30-0. 40-0. Смотрим количество невынужденных ошибок. У Давиденко 15, у Хаса 26. И выигранных очков на 10 больше. У Николая 37-17 за матч. Не говоря уже о том, что процент поданий первым ничем 69-60. Опять Николай впереди. Гейм под ноль выигрывает на своей подаче и сравнивает счет Давиденко. По два. Ноль пятнадцать. У нас как. Мы уже писаем дети по моему. У нас 제 нея. Ходи. Эта к thor. Ни – девочка. 0.30 Повисает гейм Повисает гейм На подаче Томми Хаса 0.30 Эйсы нужны? Принесистую из Германии Нужны эйсы По-моему, первый раз Когда в подобной ситуации Волняя обводящий удар Не попадает в корт Довиденко Отыгрывает очко Хас 15.30 Небольшим опозданием Но все-таки арбитр линейный Определил ошибку Хаса При выполнении первой подачи Вторая подача По 30 В линию попал сейчас Хас Причем, по-моему Во внешнюю часть ее Больше 15.30 было Неплохой шанс был у Николая Попробовать Заработать Брейкпоинты Пока не получается В этом гейме, по крайней мере Вторая подача Субтитры делал DimaTorzok На отмышь играет Хас Не выдерживает темпа предложенного Довиденко И вот сейчас свеча брошенная им С боковым вращением Попытка сбить темп Но не увенчалась успехом Видите мяч улетел в коридор Позволив Николаю сравнять счет Ровно Красиво Дважды укорачивая Выигрывает очень важное для себя очко Томми Хас Если бы он еще проиграл это очко И был бы брейкпоинт То конечно для немецкого теннисиста Наступил бы очень тяжелый момент А так геймбол больше Посмотрите как Это вроде бы как Знаете Жест Но если не отчаяние То что-то похоже на это Ну вот Реакция На предыдущее очко Которое достаточно тяжело Но все-таки Далось Выиграть Томми Хасу Ровно Больше Спасибо Плестяще разыграл эту комбинацию Николай. Никаких шансов не было у Хаса выиграть это очко, только если бы вот этот простой вещь, простую свечу смазал бы Николай. Ровно. Больше. Больше. АПЛОДИСМЕНТЫ За каждое очко сейчас идет борьба вот в этом гейме. Потому что он может быть для Хаса... Двойная. Для Хаса может быть решающим гейм для Хаса не только за сет, за матч. АПЛОДИСМЕНТЫ Если сделает брейк Николай, то может треснуть Хаса, извините за такое выражение. Я уже говорил свое мнение по поводу концентрации внимания. Мне кажется, что оно уже где-то на пределе у Томи Хаса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, видите? Вот оно. Вот это ошибка. АПЛОДИСМЕНТЫ В прошлый раз подтверждает правоту моих слов. Для того, чтобы играть против Довиденко, находящегося в такой форме, нужно быть самому в идеальном состоянии, и физическом, и моральном. АПЛОДИСМЕНТЫ Огромное количество нервной энергии, потраченной в предыдущих матчах, да и этот, не самый простой для Хаса, отыгрывает брейк-поинт. Ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Еще один брейк-поинт КОНЕЦ КОНЕЦ Смотрите, какой прекрасный очередной прием подачи выполнил Довиденко КОНЕЦ Причем подача-то была у Хаса быстрая КОНЕЦ Да, сорвал очередной удар И очередной брейк делает Николай Довиденко И Хас не смог сравнять счет И со счетом 6-3 Николай завершил второй сет в свою пользу Ну вот сейчас посмотрим, что удастся сделать Томми Хаса Блестяще Блестяще сыграл свой любимый удар слева по линии Томми Хас Выиграл очко на подаче Николая 0.15 Мы сегодня видели, кто не видел, я перескажу вкратце фрагмент интервью Томми Хаса Который он дал перед матчем с Джеймсом Блейком На вопрос у Николая Довиденко Он сказал, аут Не попал, по-моему По-моему в ауте был мяч Нет, попал Попал, значит 0.30 Мне показалось, что мяч опустился в коридоре 0.30 Ну вот сейчас видите на арену Артура Эша Наезжает тень Солнце начинает садиться И корт будет поделен на две части Пока что еще тень в коридоре 0.40 Тройной брейкпоинт Тройной брейкпоинт у Хаса Отдав гейм на свои подачи Видите, сразу же пытается сделать и близок к тому Томми Хас Обратный брейк Тройной брейкпоинт Удач будет нелегким Об этом говорили оба теннисиста Две предыдущие встречи, которые они проводили Год тому назад здесь пять сетов Решающей партии выиграл Николай А в этом году на Австралии Open В четвертьфинале Удача сопутствовала Томми Хасу 7.5 в пятой партии На Ролангарусе в прошлом году 6.4 в пятом сете выиграл дивиденды Ошибается Хас по пятнадцати Пытается менять ритм Томми Хас Понимая, что одинаково действуя И тем самым как бы попадает под влияние Николая Давая возможность дивиденды играть активнее Пятнадцать тридцать Пятнадцать тридцать Пятнадцать сорок Двойной брейкпоинт Двойной брейкпоинт У Довиденко Два брейкпоинта Пятнадцать сорок Здорово Ну вот это один из тех редких моментов Даже может быть первый Когда принимая подачу Не удается Николаю обвести Рвущегося к сетке Томми Хаса Отыгрывает брейкпоинт Хас Тридцать сорок Еще один брейкпоинт в запасе у Довиденко Пятнадцать сорок Но Николаю удалось перехитрить его Угадал направление последнего удара Хаса Довиденко Сделал брейк 4-3 Николай впереди в третьей партии Чуть чуть не попал 0-15 Не докрутил Наверняка играл слева в диагональ Редко он ошибается в подобных ситуациях Ну что ж уже есть Прошло с начала матча Два часа десять минут Нельзя Николаю проигрывать этот гейм Обязан выиграть его И сделать счет 5-3 0-30 Пятнадцать-тридцать . Вот сейчас ситуация, когда мяч из света влетает в тень Видите, Довиденко на солнце Хас в тени Здорово, здорово Очень здорово сейчас выполнил укороченный Хас Посмотрите, опять-таки неожиданно, во-первых А коротко сыграл Коля, поэтому смог И с обратным вращением, и даже в последний момент Вроде как и остановился, пытаясь по инерции догнать этот мяч Николай Довиденко, двойной брейк-поинт у Хаса Это четвертый гейм, когда теннисисты не могут взять свою подачу Два брейка сделал Довиденко, один Хас И вот сейчас у него два брейк-поинта на подачу Николая Отыгрывает один брейк-поинт 30-40, эйс нужен Эйс нужен, Довиденко Смотрите, как нервничает Хас Сидит сестра Томми и его подруга Хаса Меньше Второй брейк-поинт у Хаса в этом гейме Брейк делает Хас 0-15 Неужели пятый гейм подряд не смогут подающие взять подачу? Блестяще Фантастика Первым мячом подает Хаса Ответ просто удивительный 0-30 Повисает гейм на подаче Хаса Смотрите, нервничает И его можно понять Вот уже который раз оказывается практически в безнадежной ситуации Томми Хас На сей раз не получилось с приема обвести рвущегося к сетке Хаса Довиденко 15-30 Одна двойная была у Николая и одна двойная у Хаса А нет, у Хаса две двойных было, извините Ошибка Хаса два брейк-поинта у Довиденко 15-40 Ох, какая свеча получилась блестящая Выигрывает гейм Свеча фантастическая удалась Николаю Еще один брейк делает Довиденко И счет становится 5-4 Довиденко впереди в третьей партии В 0-15 Я думаю, поменяет ракетку Да, меняет ракетку И вот там, по-моему, группа поддержки российского телесиста уже начинает скандировать Коля, Коля Может быть, это подействует 0-15 По 15 Три очка Три очка отделяют Николая Довиденко От выхода в полуфинал От повторения своего прошлогоднего результата Причем именно против Хаса он играл В одной четвертой финала 30-15 Два очка Два очка нужно выиграть Николаю Чтобы закончить этот матч в свою пользу 40-15 Двойной матч в полу Николая В шаге В шаге от победы Николая Довиденко И все закончено Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!